Приветствую вас! Начнем, пожалуйста, с того, что моя коллега Светлана совершенно правильно сказала, что у вас не факт, что депрессия, у вас может быть и не депрессия, вот, для этого нужно обследоваться, для этого нужно посмотреть, есть ли у вас депрессия или просто депрессивное состояние, вот, то есть вы себе как-то торопитесь ставить диагноз, вот, и нам, может, вам хочется, чтобы у вас был диагноз, вот, чтобы вас лечили, то есть это тоже может быть такая потребность во внимании, вот, хотя я, конечно, в этом не уверен, безусловно, что мы с вами пообщаться для начала. Вот, это первое. Второе, значит, смотрите, депрессия, если она у вас даже есть, это ни в коем случае не какое-то такое состояние, из которого надо выходить. Депрессия, это состояние, которое намекает вам на то, что есть вещи, которые вы делаете неправильно, есть вещи, которые вы, ну, делаете себе во вред, в ущерб себе. И, когда такое состояние, когда такое состояние приходит, наступает, вам нужно не стараться от него избавиться, а наоборот, как бы, открыться ему, позволит ему, ему этому состоянию себя охватить, обнять, чтобы понять, что же не так происходит с мамой, что хочется, вот. Допустим, 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 вы расстались, ну, к примеру, со своим любимым человеком, да? И вам плохо, потому что вы расстались. Первая реакция будет убежать от этого чувства, да? То есть вернуть любимого человека, ну, постараться вернуть любимого человека. Значит, вернуть его, забыть его, отвлечься, да, там, то есть, забыть, это значит, встретить другого человека, отвлечье, это значит, погрузиться, там, в дела, в работу, там, в спорт, там, в увлечение, да, там, и так далее, вот. Это первичная, как бы, реакция, это то, что, вот, прямо на поверхности, вот, вам рекомендуют, как бы, все, да, вот, все ваши окружения. Но, правда, заключается в том, что глубинная проблема, которая лежит в основе того, что, такое явление, как расставание, расставание с любимым человеком вызывает у вас депрессию, или депрессивное состояние, но остается. И, понятно, что в расставании с любимым человеком ничего хорошего нет. Понятно, что в расставании с любимым человеком мало веселого и мало приятного. И, понятно, что это не улучшит настроение, особенно, если любимый человек был дорог, да, вот. Но в здоровых и здоровых отношениях, если личность здоровая, да, если она гармонична, это вызывает просто ощущение такой, как вот, грусти, и всё. Потому что вы понимаете, что у вас человек ушёл, значит, как бы, ну, ему лучше, а если ему лучше не с вами, значит, это не ваш человек, и всё, как бы, в порядке. Вот. Светлая грусть, это, как бы, хорошо. Это значит, что вы человек, значит, что вы что-то чувствуете, это здорово. Но когда возникает депрессивное-депрессивное состояние или депрессия, да, это говорит о том, что вы с уходом любимого человека, например, или, там, с появлением проблем, как никогда, вы начинаете испытывать влияние этих обстоятельств на себя больше, чем, ну, чем, 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 чем должно быть в норме, да, чем должно быть в норме, скажем так. И, опять же, опять же, понятие норма само по себе тоже достаточно растяжимое, в том смысле, что у людей, там, к примеру, с разной верной системой, да, у них по-разному проявляется вот эта вот переживаемость данной проблемы, да. То есть, кто-то, там, к примеру, легко переносит на себя расстановление, кто-то плачет и так далее. Ну, то есть, тут, как бы, норма тоже растяжимое понятие. Суть в том, что человек не теряет свой привычный образ жизни, из-за того, что человек продолжает заниматься каким-то, каким-то вещами своими, продолжает и к своей цели. То есть, у него, у него остается что-то, что ему принадлежит, а если человек при расставании или при каких-то проблемах перестает заниматься всем своим, да, просто перестает делать все, что касается его самого, то это говорит, да, о более глубинных, глубинных проблемах, в первую очередь, об обесценивании себя, в первую очередь, о наличии ложных каких-то мотивов в жизни человека и о том, что партнер выступает своего рода в качестве компенсации обесценивания с человеком самого себя. Вот. И с этим нужно работать. В целом, депрессия или депрессивное состояние, это, с одной стороны, подавление собственных чувств и желаний, запрет, с другой стороны, это негативная установка. Вот. И с тем и с другим нужно работать. Ну, то есть, сперва нужно это выяснить, и потом нужно с этим работать. Как работать, это вообще зависит от вас, то есть, от вашей личности, от вашей индивидуальности, от ваших способностей, да, от того, каким мышлением вы пользуетесь. Вот. Как бы. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится успешно. Спасибо. 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 Спасибо.